Декабрь За два последних дня выпали горы снега. Нашла для себя удивительное место, точку, пункт наблюдения за лесом. Сосны высокие, и я забралась повыше. Это летом на лужайке, на газоне, почти на земле сидела и грелась на солнышке. А сейчас солнце морозное. Я на третьем этаже, за своим рабочим столом. Кресло развернуло к окну, ноги выдрузило на подоконник, Шторы совсем откинуло и любуюсь. Стих снегопад. Но на лапах сосен и елей снег лежит так, будто замер, и не хочет падать вниз. Сосны затихли, заигрывая с ветром. Спрятались. Под снегом их не видно. Мол, вот какие мы хитрые. И от этих пушистых сугробчиков на ветвях, И от того, что морозное солнце пробивается сквозь облака, И от искристого снега на земле, Стало вдруг светлее светлого. Если звонит телефон, я уверенно говорю, Что до Нового года не выездная. Кстати, было такое понятие у всех кретных служащих в советское время. Действительно, Москва как другая страна. Вот пишу, и ехать мне туда некогда. И неохота. Рыжий кот со мной солидарен. Мыши все закончились, Но он на работу и прогулки не рвется. То и Масечка. Собачка умница. Глазки карие, внимательные. Ближе, чем на два метра, к парадной двери не подходит. Знаю, стоит прогуляться. Можно даже снежок где-то убрать. Но вот засела в новой облюбованной наблюдательной точке и пишу. Солнце сядет. Изменятся краски. И вся картинка станет иной. Зажгутся в парке фонарики. Хорошо бы разжечь камин. В такие зимние морозные вечера хочется его топить и долго смотреть на огонь. В другие времена года к камину не тянет. Неинтересно. Сегодня я снимала с него разную ерунду, Которая прижилась за год. Вазочки, свечи, сувенирчики. Отодвинула графинчики с цветами. Убрала подальше торшер. Самое время камину поработать, месячишка. А то и два. Особое удовольствие вечером. Здорово, что перевернула кресло. От окна не оторвать взглядом. Такое впечатление, что это не окно, А живописная картина. Оконная рама, белый багет. И картина волшебная. Еще и в вершинах сосен видно солнце. Опять появились редкие снежинки. Вся эта красота замерла. Застыла. Может показаться, картина одна и та же всю жизнь. Но присмотревшись, видно, что каждую секунду она меняется. Сейчас оденусь потеплее. Валенки, варежки. И пойду пройдусь. Снег белый, чистый, рассыпчатый от мороза. Мы купили мешок семечек, чтобы кормить птиц. Они еще с прошлых зим приучены. Знают все кормушки. Приходят и белки. Для них кормушка особая. Снежок все чаще и чаще. Ночью опять обещали снегопад. Ветер еще не обнаружил затаившихся в игре ветвей. Оттого ветви сегодня не вечно зеленые, а насыщенные белые. Они понимают, я знаю их секрет. И просят, пока не выходить на прогулку, чтобы не привлекать внимание ветра. Соснам понравилось мое новое наблюдательное место. Они одобрительно кивают кронами. Наши лица и глаза почти на одном уровне. Еще бы пару этажей, но это, в принципе, и так нормально. Соснам можно не сгибаться. Я и так пойму их разговор. Да, это именно про них моя песня. Сосны головы склонили с севера на юг. Облака кудрявые. Только в период создания этой песни, кажется, осень была. Потом, уже через год после рождения песни, Одна из сосен призналась, Что с севера на юг голову не склоняла, А наоборот. Но из песни слов уже не выкинуть. Вот они ее и поют, мои сосны, Когда ветер приходит погонять снег, Растормошить зеленые ветви И погудеть в каминной трубе. Пойду все-таки пройдусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова